Добрый день! Компания Кахеса, канал Кахес Африкен. Конец сегодня первого месяца лета, 29.06.2021 года. Сегодня в руки нам попал погружной блендер Silvercrest, моделька SSMD600A1. Вот такой он, если у вас такой же, обращайте внимание. Вот у нас есть муфта, которая будет сейчас меняться, муфта, которую мы делаем успешно. Компания Кахеса занимается производством изделий из пластика, мелкой бытовой техники, автомобилям, в общем, к много чему. Поэтому находимся мы в Украине, и если что вам необходимо, вы можете заходить к нам на сайт www.kheas.ua и смотреть все то, что у нас есть. Много чего еще даже не выставлено, тем не менее, в начале видео есть телефончики. И все наши менеджеры, которые будут с вами на связи, дадут вам квалифицированную информацию о том, что у нас есть, и то, что у нас еще, допустим, не выставлено, или то, что вам необходимо будет сделать. Каким образом дальше с нами сотрудничать для того, чтобы получить необходимую запчасть. В данном случае расскажу проблему, которая возникает с подобным, возможно быть, если даже у вас блендер не Silvercrest, если любой другой блендер любого другого производителя, но имеется в виду, что погружной блендер, плюс-минус, ситуация у них у всех одинаковая. Есть блендеры, у которых можно снять верхнюю часть. То есть, если ваша муфта пришла в негодность и остался там кусочек, и надо ее вытащить, ну, что-то как отверстие тут довольно-таки маленькое, то не всегда можно тонкогубцами, потому что мы рекомендуем тонкогубцы с вот такими насечками здесь ближе, когда будет камера, вы увидите, вот, вырвать муфту, просто зацепившись за нее, и вытащить ее. Да, это вот отверстие не позволяет, и верхняя крышка просто не снимается, хотя есть, когда разборные, то очень удобно это сделать. В данном случае, ну, скорее всего, разборность тут, если и есть, то придется что-то немножко повреждать, нам это не надо. И я покажу, каким образом, просто, спокойно, в домашних условиях вы сможете самостоятельно сделать замену вот этой вот муфточке. Ну, вот, посмотрите, то, что у нас осталось внутри, это кусочек, обломанная ножка, вот такой вот похожей муфты. Вот, это муфты, которые сделали мы, все муфты, которые делаем мы, мы стараемся максимально усилить, для того, чтобы срок жизни был более долгим. Вот, ну, понятно, все зависит от того, как напрягать этот блендер, или следовать инструкции, или все-таки сношать его по всем параметрам. Но, но, иногда это происходит, как бы, непроизвольно попадает какой-то там твердый предмет, или еще что-нибудь такое, неудачная какая-то вещь. И, вот, муфта, так же самое, может прийти в негодность, почему она и называется предохранительная. Чтобы ваш двигатель не сгрел, все, что внутри осталось нормальным, а вот эта пластиковая штучка просто сломалась, которую можно заменить. Ну, это так, полемика. А сейчас о том, как достать вот тот вот агрызок, тот остаток, который находится у вас в блендере. Да, часто можно использовать тонкогубцы. Вот, как я вам уже показал, у вас тонкогубцы обязательно должны быть вот с такими насечками, для того, чтобы зацеп был достаточно серьезным. Но, иногда даже происходит такая ситуация, когда самостоятельно, если мы там каким-то образом зацепили нашу остаток муфты или муфту, самостоятельно не удается ее вытащить, так как не хватает просто сил в руках. И, иногда, это надо попросить какого-то там приятеля или члена семьи, который будет держать просто блендер, кто-то другой будет зажимать, мощно зажимать и вытаскивать тонкогубцами туда муфту. Так как зачастую муфта сидит на шлицах, вот, либо, как здесь, вот она сидит вот с помощью вот так называемой лыска. Это такая одинорная лыска, есть двойная лыска, то есть, есть квадратная посадка, то есть, разные посадки есть. Но, в данном, вот, тут, как правило, используется это либо шлицевая посадка на вал, либо вот с такими вот лысками, с одной-двиной лысками. Но, тем не менее, довольно-таки плотная иногда муфта заходит, и достать ее оттуда очень сложно. Если же у вас, ну, не удается из-за вот этого вот диаметра отверстия тонкогубцам не удается захватить, вы ничего не можете сделать, то вам надо будет прибегнуть вот к помощи обычного шуруповерта. Берете сверло, не толстое, это должна быть, там, ну, 2 миллиметра, 2,2, там, плюс-минус, чтобы она довольно-таки тонкая, так как ножка, вы видите, не толстая у вас. Она осталась, она вот так вот до этой части, она обломалась, вот эта вот верхняя часть, это пришла в негодность, разломалась, вылетела, неизвестно, что произошло. Вот, и вам надо достать вот эту ножку, а зацепить тонкогубцами у вас не получается. Вам надо взять вот шуруповертик и высвердливая вот с краю, то есть вам надо зайти аккуратненько с края, вам покажу, вот просто на муфте она будет, конечно, у вас стоять обратной стороной. Вот, вот, и потихоньку возле, возле вала вот пройтись, сделать очень медленно, не спеша, возможно, даже такое будет, что у вас вращение начнется, то есть надо легко, так, чтобы не обломать свердло, и при этом аккуратно пройти пластиковую часть. Ну, и желательно не очень сильно повредить вал, так как иногда вал тоже свердло цепляет. Вот я уже пытался это сделать и показывать еще, то есть если мы, мы цепляем вот небольшую часть где-то пластика, где вот нам удается, вот, 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 видите, вот начинается даже вращение, вот, если вы видите, вращение, На это я уже зашел глубоко, довольно-таки, и вот несколько таких вот проколов вы должны сделать. Возможно, что-то взять, использовать, даже зафиксить, возможно, с одной стороны где-то, но отверткой сюда как бы сложно будет, так как вам надо будет и зажать отверткой, допустим. Хотя можно попытаться. И пройтись, аккуратненько зацепить пластик. Я уже этих отверстий несколько сделал, и сейчас я думаю, что тонковукцы нам уже для того, чтобы вытащить, нам помогут. Если нет, то придется продолжать дальше всю эту процедуру. Потому что не хватает. О, нет, все-таки у меня это получилось. Вот видите, хвостик, хвостик, который обломался, который его там, не знаю, пытались вытащить, его поломали, погрызли, покромсали. Вот так вот он выглядит, этот хвостик. Ну и вот, соответственно, наша муфточка, которую мы сейчас туда будем успешно сажать. Ну что, вам надо определить на вашем валу, где находится лыска. Если вы, там, конечно, видеть не очень хорошо получается, но, тем не менее, можно увидеть. И вот, соответственно, лыска должна попасть в этот срез, который есть у нас в муфте. То есть, в принципе, если это мы сделаем верно, ну и сделать это довольно-таки, да, скажу честно вам, непросто. Я думаю, что у меня получится. Вот. Она практически уже пошла. Вот. Если вдруг надо будет немножко ее присадить, вам надо будет обязательно взять вот такую наставочку. Либо такую, либо деревянную чурочку, либо какой-то кусок пластика, который вы можете использовать. Возможно, даже вот, если у вас осталась вот старая муфта, может, она будет подлиннее. Вы можете упереть и легеньким молоточником еще присадить. Желательно это делать только не на столе, вот как я показал, а где-то взять и упереть себе в ногу. В бедро, как где-нибудь. Ну, вот этот кусок не совсем удобный. То есть, я все-таки возьму нашу наставку. И легенько вам надо будет просто присадить. Все. Она у нас практически села на место. Она спряталась вот за подлецом. Вот. И контролем того, сделали вы все правильно или не все правильно, у вас будет соединение вашей ответки. Это может быть блендерная ножка, это может быть насадка для венчика, крышка, чаша. Не имеет значения, что. Если блендер идет в зацепление, все, вот он зацепился, то есть, защелка произошла, все. Вы подсоединяете в розеточку, пробуйте, все хорошо. Все у вас в порядке. Все у вас работает и проблем дальше никаких, кстати, не должно быть. Еще не сказал один момент, что если вдруг вы все-таки делаете отверстие, и у вас есть отверстие, но муфта не хочет с помощью танкорупца выходить, возможно, надо будет использовать в зерточку, попасть в то отверстие, которое вы прокручивали в пластик, и пытаться ее сломать. Можно сломать на двое, на трое бывает, там кусочек отломается. Если это отломается, значит, тогда у вас все, дальше уже будет никаких проблем достать уже танкорупцами, и все, как говорится, будет работать. И уже потом делаете замену. Конечно же, надо посмотреть все остатки, которые пластика могут быть после сверления, остаться там, чтобы они не остались. Вытрусить все. Ничего не бойтесь, внутрь туда, в двигатель оно не попадет, там довольно-таки хорошая защита. Единственное, когда будете сверлить, чтобы свердлом не продырявить корпус. С этим надо быть аккуратным, очень медленно делать и уверенно. То есть, вот, скажем, такое основное. Ну, а про нас, как всегда, в конце. Компания Кахеса, 3WKHESA.ua, наш сайт. Заходите, смотрите, ищите то, что вам надо. Если не хотите искать, просто в начале видео есть телефоны. Вы набираете по телефонам согласно тому региону, где вы находитесь. Так как мы представлены в Украине, в Ближнем Зарубежье, в Средней Азии мы есть. И везде наши консультанты смогут в этом вам помочь. Если видео было полезное, ну, ставьте лайки. Хотите, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь, тоже будет хорошо, полезно. Много видео мы выставляем, рассказываем о том, как самостоятельно можно сделать какие-либо замены. По бытовой технике в основном. Ну, есть и другие видео. Звоните в колокольчик, будьте здоровы, до новых встреч. Ждем вас на нашем канале. Счастья.